Продолжение следует... Радиограмма установила, что в Москве действует агент иностранной разведки. Центр радиоперехвата принимает зашифрованные радиограммы, которые передает в Москву Европейский разведцентр ЦРУ. Расшифровки радиограммы не поддаются. Чекистам известен только позывной агента Трианон. Деятельность Трианона особенно активизируется по мере обострения кризиса в одной из африканских стран, Республики Нагония, в которой ЦРУ США готовит военный переворот с целью свержения прогрессивного правительства во главе с премьер-министром Джорджем Грессо. Поиск агента Трианон возглавляет генерал КГБ Константинов. Однако все усилия контрразведчиков не дают желаемого результата. Но вот чекисты получают известие о том, что на территорию советского посольства в Луисбурге, столице соседней Снагония и страны, неизвестным человеком было подброшено письмо, автор которого сообщает, что случайно стал свидетелем, как два американца вербовали в номере отеля Хилтон в Луисбурге кого-то из советских специалистов. Однако ни своего имени, ни имени завербованного он не назвал. Контрразведчики, тщательно проанализировав текст письма, приходят к выводу, что автор его, русский эмигрант, скорее всего, из бывших васовцев, написал правду. Константинов направляет в Луисбург полковника Славина с заданием разыскать автора письма и предъявить ему для опознания фотографии советских специалистов, которые могут представлять интерес для американской разведки. В Москве генерал Константинов и полковник Макаров продолжают работу по выявлению агента. Подозрение падает на автомеханика Парамонова, на сотрудника внешнеторгового объединения внешсудремонт Шаргина, на Ольгу Винтер, кандидата экономических наук, долгое время работавшего в Луисбурге, и ее бывшего мужа Андрея Зотова, до сих пор работающего там. В Луисбурге Славин беседует с садовником советского посольства Архипкиным, единственным, кто видел, как неизвестный бросил письмо через ограду посольства. Выясняется, что это был пожилой человек, что на левой руке у него недостает одного или двух пальцев. Полиция пыталась задержать и даже обстреляла этого человека, но ему удалось скрыться в узких улочках, примыкающих к посольству. Славин отправляется по пути бегства этого человека. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 не прижились, там или работы не нашли, и пошло-поехало. Из страны в страну, как перекати поле. Хотите? Нет, спасибо. А те, что сразу выехали в Африку, таких единиц. Ну, а клуб здесь есть у них какой-нибудь? Или что-нибудь в этом роде? Русского клуба как такового нет. Общего у них мало. Те, кто уехал сразу после революции, сторонятся иммигрантов второй волны, считают их советскими. А эти между собой тоже не очень ладят. Потому что кого-то угнали за кордон, а кто-то ведь и сам ушел с немцами. Даже бывшие власовцы тут есть. Да, это как раз наш случай. Но ведь общаются же они как-то между собой. А церковь православная есть здесь? Нет, на кладбище есть русский участок. Неофициально, правда, но есть. А знаете, Виталий Всеволодович, я думаю, что больше всего шансов встретить его где-нибудь в ресторане или в баре, где есть бильярд. Почему? Ну, местные развлечения как-то не пришлись им по душе. Ну, там, игральные автоматы и прочее. И поэтому они держатся ближе к ресторанчикам, где стоят бильярды с лузами. Как наши. Понимаете? Это напоминает им родину. Бильярд, говорите? Бильярд, бильярд. Ну что ж, это уже интересно. Бильярд, пишите. Поехали! Поехали! Следующая партия реванш. Согласна. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Извините, что вытащила вас сюда. Просто на работе нам все равно не дали поговорить. А здесь хоть воздухом подышите, правда? Ну так вот, обрадовать мне вас нечем, Константин Иванович. Отказываются с вами все разговаривать, сквалыги чертовы, берегут идеи или свои статей. Так что... Жалко. Ну, вы не расстраивайтесь. Вы знаете, я прочел вашу диссертацию. Ну, это вчерашний день. Ну, не скажите я. Мне кажется, там много интересного. Я только не понял, почему вы остановились на многонациональных корпорациях. Там ведь американцы лезут, сольно. Американцы работают вглубь. А мы в ширь мы щедрые. Гарантий не требуем. Верим, боимся обидеть. Они аккуратисты. Они без векселя и бумажки ни цента не дадут. Поэтому они идут вперед. А уж за ними многонациональные компании. А с кем там на месте можно будет побеседовать? Ну, в медиа у них неинтересные люди. Может быть, Министерство образования? Там молодые ребята, знаете, такие широко мыслят. А из коммерсантов. Там ведь есть американские, немецкие коммерсанты, которые давно там живут и много знают. Я имею в виду крупных бизнесменов. Крупных. Вы знаете, немцы. Я, в общем-то, немецкие не знаю. Поэтому с ними как-то никогда... Ну, из немцев там кто? Нойдов, Больц, Хансен. Да, я знаю, но наши дорожки никогда не пересекались. Поэтому я... А из американцев? Из американцев? Чиверс, Глэб, Сайерс. Даже так? Вы же прекрасно подготовлены. А еще прости у меня помощи. Вы назвали самых, в общем-то, сильных американцев. Я их знаю. Чиверс и Глэб... Вы знаете, они очень занятные ребята. Константин Иванович, вам не кажется, что она, как бы вам сказать, не вполне что-ли похожа на ту Винтер, о которой рассказывают все, кто ее хорошо знает? Ну, там, легкая, раскованная, контактная. Нет, почему? Она достаточно коммуникабельна. Тут другое что-то. У меня такое впечатление, что она... испытывает какой-то, ну, что ли, внутренний дискомфорт. Улыбается, а глаза невеселые. То ли встревожена чем-то, то ли... С Зотовым у них разрыв полный? Да, человек, она решительный. И когда полюбила Дубова, тут же объявила об этом мужу. К Зотову она относится с большим уважением. Словом, когда срок командировки Дубова в Луисбург истек, она уехала в Москву. А Дубов у нас есть? Есть. Дубов Сергей Дмитриевич, 1944 года рождения. Русский, член КПСС 1972 года. Холост, кандидат экономических наук. Один из ведущих специалистов по экономическим связям с африканскими странами. Неоднократно бывал в Нагонии в Луисбурге. Среди коллег пользуется большим авторитетом, уважением. Человек очень обаятельный, все сходятся во мнении, что он и Винтер на редкость подходящая пара. Отец Дубова был военным моряком, служил в советской гавани. После выхода в отставку в звание капитана второго ранга переехал в Москву. Умер в 1969 году, мать домохозяйка. Характеризует Дубова на работе с самой лучшей стороны. Из числа подозреваемых исключен. А что, Парамонов продолжает свои поездки в Минводы? Да, представьте себе, Константин Иванович, ежедневно. Приезжает в одно и то же время перед закрытием магазина на обед. Попивает стакан воды и возвращается на работу. Странно. Значит, Ольга Винтер, насколько я понимаю, из числа наиболее информированных лиц по вопросам наших поставок в Нагонию? Несомненно. Допущено к секретным документам. Во время сбора материалов для диссертации она весьма плотно контактировала с представителями различных западных фирм Луисбурга. Особенно американских. Зотов в Луисбурге вплотную занимается нашими грузами для Нагонии. Контакты между ними прерваны. Это не совсем так. Они переписываются. Они переписываются? Да. А что, если конфликт, разрыв с мужем и связь с Дубовым, человеком надежным, с безупречной репутацией, это только ширма? Такое возможно? Во всяком случае, не исключено. Можно, Виталий Селыч? О, Олег Карпович. День добрый, день добрый. Мне Игорь Степанович сказал, что надо с вами в ресторан идти. Ну что ж, исходим. Кстати, вы в бильярд играете? Плохо. Шоферами играл, так гонял, шутки ради. Ну, придется вам со мной поиграть. Так у нас бильярд здесь смехотадно. Да мы не здесь будем играть. В городе. В городе? Так в городе бильярды только в вертепах. А нас упреждали. Да ну, вдвоем не страшно. Кстати, заодно и Беспалова поищем. А? Ну, раз надо, значит надо. Ну, я костюмчик, галстучек. Не-не-не, вот так и пойдем. Вас понял. Ну, что, Олег Карпович, узнаете кого-нибудь? Ну, тут вообще белых нет. Господин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юноша, слушаю, сэр. Будьте любезны. Скажите, а когда сюда приходят настоящие игроки? Они стали реже к нам заходить. Вот в веселых козлятах или в баре в Гонконг там бывает большая игра. Китайцы привезли прекрасные столы в ставке до 100 долларов. Извините, сэр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, пойдемте выпьем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два виски, пожалуйста. Врезать по уху сможете? Смотрите, какие ручищи. Чего боится? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да не люблю я этого. Этого вертепства. И по сердцу. Нет, я понимаю, нужно. Но все равно не в своей тарелке. Ничего. Ничего-ничего. Скажите, а правда, что среди местных русских много хороших игроков? Да кто вам такое сказал? Двое действительно хорошо играют. А может, вы не всех знаете? Я русских всех знаю. Они бывало часто у меня играли, а теперь посещают Гонконг. Но зато из этих двух особенно один хорошо играет. Настоящий артист. А русского без пальца на левой руке не знаете? А, белью. Так я вам о нем и говорю. А вы что же, всех русских знаете? Конечно. В Луисбурге не так уж много русских. И все они бывают здесь. Да лью. Он не в Хилте не работает? Именно там, сэр. О, благодарю вас. Ну что, ходим? Ну да, пошли. Беломор без дачи. Беломор. Пожалуйста. Спасибо. У меня воды, стакан. Стаканчик томатного, пожалуйста. Томат. Позвольте пройти. Хорошо. Шеф. Десентуки 17. Есть. С ящиком сам разберись. Хорошо. Ява Явская у вас? Дукат. Пачку столичных. Будьте добры. Ну, вымойте, пожалуйста, как следует стакан. Спичками дайте еще, пожалуйста. А эти ящики куда переставить? Ну, вон, в углу. Спички дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Вот теперь из него можно пить. Стаканка. Томат. А мне, пожалуйста, еще две бутылки фанта. Вот, пожалуйста. Спасибо. Деньги положили? Да. Я ждать, что ты не взяла. Вот ваша задача. Спасибо. Стаканчик сока налейте. Яблочек налейте, пожалуйста. Ну, что ж вы застыли. Ну, отпустите человек. Так, пожалуйста, яблочек просить, да? Получить. Ну, вот и все. Сколько с меня? Сейчас посчитаем. Три двадцать. Так, все, магазин закрывается. У меня без дачи. Санитарный час. Ну, давайте быстрее. Так, вот. Спасибо. Так, все, все, закрыт магазин. А что, в магазине работает? Санитарный час. Все, все, все. Ой, вы что, уже закрыли магазин? Простите, я вас ненадолго задержу. У нас к вам вот какое дело. Только вот это у меня не надо, ладно? Давайте не будем делать невинный глаз, будто мы из торсырья или котлонадзора. Работники в торговле научили буквально бдительности. Поступили сигналы. От кого? Да нет, вы... Приходько написал очередную телегу, что я переплавляю пустые бутылки в мельхиор. А Дрынов, Дрынов просигнализировал. Этот должен был написать, что я реализую пробки из-под Боржоми налево, вступив в преступный сговор с Шарудиновым. Да подождите, выслушай. Хотите посмотреть накладные, пожалуйста. Пожалуйста, прошу. Вот накладные. Простую воду вместо есентуков я уже не продаю. Позвольте, но почему? Потому что повысился культурный уровень, и все знают о циррозе, понимаете? Вы зря меня так встречаете. Я не из БХСС. Ну да, вы из общества спасения на водах, да? Нет. А, из Большого театра. Вы опять не угадали. Я с Масфильма. Откуда? С Масфильма. Документ. Вот если бы я был из БХСС, у меня точно был бы документ. А есть киногруппа, ассистент режиссера, между прочим, режиссера Корнильева. Вы его, наверное, знаете, он раньше сам в кино снимал. Сейчас покажу. Вот. Кто я знаю Корнильева? Да он у меня буквально каждую неделю покупает славянскую. А что? Есть славянская? Да. Да, я ее прячу от валового покупателя. Потому что желудочно-кишечный тракт художника мне дороже, чем похмельные страдания пьющего элемента. Угу, правильно. У нас к вам вот какая просьба. Мы, вы не поможете нам организовать его с киносъемку, а? Что, у меня съемку? Да. Нет, что, правда? Ну, конечно, правда. А почему же нет? Что, и меня будете снимать? А как же? Не знаю, режиссер, во всяком случае, этого хочет. Ха, так что же он сам-то не приехал? А? Не знаю. Ко мне же на днях завезут нафтусю, это же нектар, пей не хочу. Промывает почки и печень буквально как швабра. А вас как зовут? Григорий Григорьевич. Очень приятно. А, Гриша. Видите ли, Гриша, дело в том, что мы должны снимать у вас скрытой камерой. Я вам сейчас объясню, какая разница. Ой, только не надо. Вот этого не надо. Не надо мне ничего объяснять. Это когда вы ставите свою бандуру и делаете вид, что фотографируете птичика. На самом деле подглядываете, как парень обнимается с девчонкой. Ну, что-то в этом роде. Нет, ничего проще. Так, вот здесь мы сверлим дырку. Ага. Вы ставите туда аппарат. Так. А я вот здесь дурю покупателя. А? Только погодите, погодите. Это же моего лица-то буквально не будет видно. Ага. А кто же меня узнает? Со спины. Ну, зачем же вас и со спины? Мы... Минутку. Так-так. Здесь мы ставим вторую камеру. Ага. Покупатели думают, что мы снимаем вас, а мы работаем с двух точек. Кстати, здесь есть, где подключиться. Ага, ага. А потом переднюю точку вы показываете в кино, да? А заднюю с моим дурыльником вы бросаете в корзину, так? Ну, я ведь только ассистент. Вы с Корнильевым сами поговорите. Ой, только не надо вот этого, ладно? Вот этого не надо. Как будто я не знаю, что в наше время все решает не главный, а пятый. Ну, вообще-то... А? Нет, ну... Что вы ему положите на стол, то уже буквально и пойдет в кино. Ну, как вам показать? Что у вас не так? Не знаю. Ну, что, вот я, например, могу прийти просто так к начальнику райпроторга? Да никогда в жизни. Он для меня как римский папа. Так что я должен сделать? Я должен прокрасываться к его секретарше. А у нее все хорошо с желудочно-кишечным трактом. И почки, знаете, работают, как космические системы. Все правильно. Ну, а она, бедняжка. Она мечтает достать колготки в сеточку. А за базой язвенник. И вот я ему оставляю витаву таз и славянскую. Вот вам колготки в сеточку, вот вам наряд натор. А что, доктор, нужна мне? Она буквально нужна трудящимся. Ну, хорошо, я получу четвертной. А какой великий бизнес. Цизин получил четвертной за то, что хорошо обслуживал язвенников. Так они и добрее будут. Да, они не станут пить кровь народа во время трудового дня, если я отовариваю их Смирновской. А? Ты как о мне заботишься? О себе? Или об общественном благе? Можно ни о чем не думать. Пожалуйста, не отъясню на дуков. Жалуйтесь, мне-то что? Ну, вы же вы... Да я не могу, когда я об этом говорю. Григорий Григорьевич, вам... Завожусь с пол-оборота, честное слово. Да не стоит. Вот вам с кем-нибудь нужно согласовать эту съемку. Вот это обязательно. Вот если хотите сорвать съемку, обязательно надо согласовать. Вы помните, как в том анекдоте, а? Когда один пришел к Богу и попросил, чтобы у соседа буквально сдохла корова. Да все же наши побегут к секретарше и завалят подарками. Ради того, чтобы та доложила начальству, чтобы съемка прошла у них. Ведь все же люди, все хотят поработать на советский экран. Нет, ну мы же должны снимать днем, а у вас даже в обеденный перерыв полно народу. Ой, так не надо. Вот этого не надо, ладно? Пожалуйста, не надо. У меня есть тетя Глаша. Она на пенсии. Я дам ей червоницу и выброшу торговать на улице в розлив у витрины. Ну, есть еще варианты. Ну, понятно, ну. Закрыт магазин. Ну, я этот. А что, сэр Мэ не завезли? Сэр Мэ будет позже, буквально. Закрыто, закрыто, я сказал. Значит так. В райпрут торг не ходите. Начнутся интриги, вы утонете. Или уже, если идете, идите к самому главному. Это голова из молодых. Он сделает все. Если вы скажете, что будете снимать у Цизина. Он что, язвенник, что ли? Почему? Абсолютно здоровый, молодой человек. А почему же он все сделает, если мы скажем, что мы от Цизина? Да уж не потому, что вы его об этом попросите. Значит, желание снимать в то время, когда в магазин является Парамонов, у Цизина не вызвало беспокойства. Горечаев утверждает, что не малейшего. Так. Что показало дальнейшее наблюдение? Парамонов 17 минут крутился на улице, то и дело смотрел на часы, потом зашел в телефонную будку и быстро стал набирать номер. Первые три цифры 244. Звонил, видимо, Шаргину, Евгению Никифоровичу. Снова Шаргин Константин Иванович. Человек в очках рядом с ним, его торговый партнер Ван Зейгер. Он представляет в Москве фирму Trade Corporation. Фирма заключила крупный контракт с межсудоремонтом, в том числе на ремонт их судов, доставляющих грузы на африканский континент. Шаргин Ван Зейгер видится часто, бывает в ресторанах, на стадионах. Ван Зейгер страстный болельщик футбола. Разрешите? Что-нибудь тревожное по этому партнеру поступало? Практически ничего. Человек он своеобразный, ведет, что называется, светскую жизнь, но чистый торговец. И вообще похоже, что он не связан со спецслужбами. А что это между ними конфликт? Нервно разговаривают. Да, конфликт. Дело в том, что Ван Зейгер получил от Шаргина предварительное согласие на возможную продажу нефтесырья. Согласие неофициальное, чисто дружеское. И послал об этом Теликс, директор Trade Corporation. А тот взял и сделал заявление в прессе, назвав цену на нашу нефть, которая никак не устраивала советское торговое объединение. И получилось, что ответственность за назначение этой цены лежит на Шаргине. Однако вскоре выяснилось, что Шаргин дал предварительное согласие по поручению заместителя директора объединения. А Ван Зейгер, коммерсант Хватке, поспешил выслужиться перед своими. Вон, я вижу, и Парамонов там крутится. Это часто бывает? Да нет, это скорее случайность, чем система. Павел Трофимович. Павел Трофимович, у вас нет ощущения, что дело разрастается, как снежный ком. И это очень плохо. Ничего не поделаешь. Факты. А факты упрямая вещь. Но, несмотря на факты, мне это разрастание не по душе. Люди не снег. Людской ком категория страшная. Вам не кажется? Слушаю. Немедленно зашифруйте и передайте радиограмму следующего содержания. Резиденту ЦРУ в Москве. Используйте ваши агентурные возможности и в первую очередь Трианона для сбора информации, что известно русским о наших приготовлениях в Нагонии. Центр интересует общая оценка русскими ситуацией в этом регионе, а также возможные меры с их стороны по линии экономических и военных поставок режиму Грессо. Вас понял. Трианон. 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 Семь, семь, два, три, ноль. Один, девять, шесть, ноль. Один, пять, семь, три, семь, восемь, 1, 9, 6, 5, 5, 8, 5, 2, 6, 0, 5, 0, 0, 0, 1, 9, 0, 8, 6, 5, 9, 1, 7, 1, 2, 8, 0, 9, 2, 7. 3, 4, 4, 2, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 2, 8, 1, 9, 8, 5, 3, 5, 7, 2, 3, 9, 6, 6, 4, 3, 5, 6, 4, 2, 9, 8, 8, 3, 1, 3, 3, 0, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 8, 1, 1, 4, 4, 7, 5, 5, 5, 6, 7. Добрый вечер, прошу вас. Добрый вечер, здравствуйте. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Так, джин с тоником и водку для господина. Не желаете провести время в дамском обществе? Есть отличные девочки. Да нет, спасибо. Пока воздержимся. А мне, пожалуй, тоже, джин. Только побольше льда. Хорошо. Я вижу, вы совсем освоились. Ну что ж, вы пока отдохните, а я пойду гляну, как тут играют. Вас понял. Как белью ты всех тут разденешь? Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Понял Подойдите к столу и поинтересуйтесь игрой Не исключено, что человек, которого мы ищем Которого вы тогда видели Находится здесь даже, может быть, среди играющих Приглядитесь Не беспокойтесь, Виталий Всеволодович Я его лицо из тыщи узнаю У меня на лица память Вот помню, к нам во двор Поладился один тип Ну и прекрасно Только не смотрите на него пристально Вот как теперь на меня Ладно Если будете сомневаться, подойдите вон к стойке Зайдите с другой стороны Только не попадайтесь ему на глаза Раз, понял Ну вот А если убедитесь, что это он То возвращайтесь ко мне И мы вместе тут уже подумаем Как нам быть дальше Виталий Всеволодович А может ему кровой кивнуть Или там рукой отмахнуть Вот это как раз то Ага Чего делать не надо Ага Сразу же возвращайтесь сюда Ага Сразу же возвращайтесь сюда Я знаю, на кого вы подумали Но это совсем не тот Не тот А почему вы так решили? Тот был Поменьше ростом Глаза какие-то жалостливые Лицо доходяги Небритый Одет, черт его что Этот бугай Ловкий Весь светится А на руку обратили внимание? О! Рука похожа А лицо не то Странно Русский Беспалый По возрасту подходит Судя по вашему рассказу Не много ли совпадений? Виталий Всеволодович У меня на лица Память Я же вам говорю Однажды К нам во двор Повадился один тип Продолжение следует... Дай сюда. Ты и ты. Скотина. Ты. Эй, Фрэнк, попробуй нас тут полной пепелицей. Ты. Я здесь причал. Я кому сказал? Я вообще не курю. Ну? Пачку канул, пожалуйста. Прошу вас. Благодарю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Сколько раз я наблюдал за твоей игрой, столько раз восхищался. Ты большой мастер де Лью. Я же тебе говорил, давай на лучу, Фрэнк. Олег Карпович, давайте-ка мы с вами вот что сделаем. Возвращайтесь к столу и на этот раз постарайтесь обратить на себя внимание этого человека. А я за ним посмотрю. Пожалуйста, Виталий Всеволодович. Но это не тот. Я же вижу. И тем не менее. Пожалуйста. Ай да-ии. Пожалуйста. Пожалуйста. Субтитры делал DimaTorzok Да, да Да что, заснул? Твой удар, белье А я сейчас Фрэнк Фрэнк Ну, чего тебе? Ты свинья, Фрэнк Не понял Я сказал, что ты свинья, Фрэнк Ублюдок и свинья И ты Странный поступок Это, несомненно, тот, кого вы ищете А почему он так панический? Да просто как черт от Ладана бежал от нас Чем-то или кем-то он напуган Иначе я просто понять не могу Белье Белье Они называли его Айван Иван, что ли? Может быть, вполне Они тут меняют имена и даже фамилии Стилизуют подместный Оскорбление полицейского, да еще при исполнении Здесь его за это года натрий могут упрятать Единственная надежда, что с этим полицейским у него кажется Доброе отношение До суда, я думаю, дело не дойдет Почему? У меня есть знакомый Офицер полиции Симпатичный мужик Мне приходится часто с ним контактировать Он в курсе здешних порядков Так вот он узнавал и сказал, что Этот самый Белью Сегодня в 12 еще был в участке Если бы полицейский Хотел дать делу ход Он бы сразу отправил его в следственный изолятор А так, я думаю, его Подержат для страстки дня три-четыре в камере Не отпустят Здесь это практикуется Три дня, говорите? Белье единственное, кто сможет Какой сегодня день? Суббота А ближайший самолет из Москвы? Во вторник Во вторник Москва, центр Константинову Вчера в баре встретил русского эмигранта По имени Айван Белью Убежден, что это и есть автор письма Скорее всего, его настоящее имя Иван Фамилия Беляев Белов Белый Билык Или что-то подобное Возраст примерно 60 лет Рост 172-174 сантиметра Глаза голубые На левой руке Пятый палец отсутствует Второй изуродован Срочно нужны сведения О родственниках Белью Сообщите также о сотруднике ЦРУ Джонни Грегори Глеби Известно, что в 60-е годы Он работал в Гонконге Оттуда по непроверенным сведениям Был отозван после скандала С транспортировкой наркотиков Славин Ответ в Луисбург подготовлен? По первой позиции пока нет Какие проблемы? Работа громоздкая Приходится смотреть Очень много людей Павел Трофимович Славин что-то задумал Неспроста он нас так торопит Белью 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 Название деревни Из его письма Вычислить можно Надо смотреть Армейские архивы Всесоветские Кто не вернулся с войны Кто пропал без вести Только аккуратно Чтобы не травмировать родственников У вас осталось два дня Положимся Пусть смотрят И немедленно Хорошо Что по второй позиции? По нашей картотеке Проходят четыре Глэба Связанных с ЦРУ Славиной интересует Тот Глэб Который работал в Гонконге Что касается скандала с наркотиками в Гонконге То есть ссылка на журналы China Observer И Far Eastern Economic Review Где сказано, что Глэб Был задержан полицией в аэропорту Гонконга В 1966 году Когда британская полиция Арестовала Некоего Лао С чемоданом героина Оцененным в миллион долларов Чемодан героина Может быть И три миллиона долларов Смотря какой чемодан Что дальше? Ну это было в первом сообщении Потом имя Глэба Не поминалось ни разу Разрешите? Да Как он попал во Вьетнам? Джон Грегори Глэб Да В 67 году Ничего не понимаю В 66 году Скандал В Гонконге С наркотиками И в 67-м Он Во Вьетнаме Понятно Для него Вьетнам Это что-то Вроде Восточного фронта Для проштрафившихся немцев Да новостей особых нет Пока вроде Все спокойно Вы разыскали Того человека Который подбросил пакет В русское посольство Нет Представьте себе У меня есть люди Среди русских иммигрантов Они перебрали всех своих Но установить Ничего не удалось А почему занимает Этот вопрос? Занимает И очень занимает Все что с ними связано Признаться я Не вижу особых поводов Для беспокойства Ведь это не первый случай Когда русские иммигранты Пытаются проникнуть в посольство Или установить контакты С кем-нибудь из сотрудников Мы проверяли Это как правило Или попытка отыскать родственников Или возвратиться обратно на родину Они ведь сентиментальны Эти русские А этот я думаю Вообще не наш Причем вот ты так думаешь? Извините Да? Понимаю Только чуть попозже Хорошо Да потому что Дилетанты считают Что если опустить письмо В другом городе Или в соседней стране Есть больше шансов Остаться незамеченным А что это за тип Появился в Хилтоне? Что он тут делает? Да ничего особенного не делает Иногда посещает посольство Ходит по ресторанам Был в театре Его фамилия Славин По каким ресторанам? Ну, Лас-Вегас Тропикаль Гонконг Веселые козлята Русские вообще любят Посещать эти рестораны Какие русские? Да те же иммигранты Он один ходит Или с кем-то? С одним Посольским Садовником Уж не с тем ли садовником Который подобрал пакет? Вы думаете, что это как-то Взаимосвязано? Милый Стау Я плачу тебе деньги За то, чтобы ты тоже иногда думал Накладывай мне о каждом шаге этого Славина А я пока сам попробую Познакомиться с ним поближе Познакомиться с ним поближе Накладывайся с ним поближе Продолжение следует... 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 Потому что... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну-ка, пойдем. Смотри, твою машину понял. 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 Пить хочу. Пошли.